Привет, друзья, с вами Вайми, и я продолжаю проходить Bloodborne, и какого-то хрена у меня здесь появляется надпись «Поговорить». К чему бы это? Видимо, здесь невидимый и несуществующий Ерман, который здесь, но не здесь. Скорее всего, это какой-то баг. Ну да ладно. В общем, в прошлый раз я прошел что-то. Что я прошел в прошлый раз, я не помню нифига. Как оно называется? Перерожденного, возрожденного, как так он называется, в общем. И теперь я могу пойти, конечно, в лекционный корпус и там все сделать. Там у меня теперь два этажа открыто. И, соответственно, граница кошмара, и вторая локация, которая со второго этажа. Но вместо этого я подумал, что лучше было пойти в другое место, потому что у меня есть еще одно другое место доступное. Я ведь еще позапрошу, по-моему, раз подобрал ключ от верхнего собора. Верхнего соборного округа. Но перед тем, как идти туда... Я прохсов всем немножко поговорю. Окей. В теории, если я еще раз скажу, она мне не даст, как она называется, успокоительных, и вместо этого она пойдет и умрет где-то там, так что я не буду ей ничего говорить. Возможно, я еще один раз могу получить у него успокоительное, в общем, там ограниченное количество. А-а-а. Босс, я... Поскольку я закончил сторилайн Альфреда, то я могу вернуться туда, где я его впервые встретил, и там еще что-то будет. Ну, то есть я его не закончил, я... А-а-а... Отправил его... В Кейнхёрст. И там увидел эту сцену. Так что я сюда сейчас сбегаю. Тут, в принципе, ничего даже не изменилось. Собака... Нет, надо же. В этот раз собака не убила себя. Чувак, иди нафиг. Окей. В принципе, два выстрела на собаку, если попасть. Что не очень хорошо получается. Надо, наверное, подобрать пули. А также теперь есть вот эти вот все заклинания, которые я пока что не буду использовать. Ну, что-то с ним случилось. Зато он корону Лагарюса сюда принес. Она здесь уже была. Не уверен. Но зато я получил урону Сияния. Это Ковенантская руна. Я все еще понятия не имею, как эти Ковенанты работают. Вроде как, если я в нечистокровных или в палачах, то при попытке призваться к другим союзникам для Ковопа, меня туда кидают ПВПшникам, и мне нужно их убивать. Кроме этого, я понятия не имею, что это все делает. Ну, и, естественно, у них свои эффекты. Сияние восстанавливает здоровье... Не восстанавливает здоровье, но увеличивает восстановление здоровья от бутылок. Это довольно полезно. Рона Кэрила, что расшифровывает нечеловеческие звуки. Рона Сияния, утвержденная верными палачами под командованием Лагариуса. Палачи презирают грязных и нечистокровных, и ни при каких обстоятельствах не будут сотрудничать с кровожадными охотниками, которые служат королеве Некрованки Анализе. Окей. Больше восстановления жизни от бутылок это тоже достаточно неплохо. Причем я не уверен, насколько сильно мне помогает моя текущая руна, которая ускоряет восстановление стамины. И мне совершенно лень это тестить. Насколько сильно она его ускоряет. Ну ладно. Здесь я все получил, что я мог получить. Теперь остается только пойти... В Верхний Соборный Округ. Потому что он попроще, чем... Ну не то чтобы попроще, чем Граница Кошмара. Он менее неприятен. Привет, Амигдала. Потому что Граница Кошмара это... Очень неприятная вокация. Так, а ты мне что-нибудь скажешь еще? Нет. Понятно. Ну и вход в Верхний Соборный Округ. Он, естественно, там же, где я брал... Меч Людвига. Там была закрытая дверь. Теперь у меня есть ключ от нее. И тут ничего сложнее не стало. Так что... Проблем у меня, наверное, не будет никаких. А, оно работает. В принципе, я могу просто мимо всего пробежать. За них дают копейки. А предметы никакие из них мне не нужны. И за мной они не погонятся. Возможно, они за мной погонятся, но не сюда. По лестницам никто из них, вроде как, забираться особо не умеет. Так что с этим никаких проблем не должно быть. Окей. Упс. Он не умер. Надо же. Ну, я подберу пули. Я, вроде бы, их недавно много тратил на что-то. Или нет. Но все равно. Если они у меня не полные, значит, я их много на что-то тратил. И теперь я могу пройти сюда. В верхний соборный вокруг. Стоп. Там ничего не было. Нет. Ничего. А, и тут живут какие-то такие вот непонятные... Хреновины. Они не очень опасны, но они имеют неплохую сопротивляемость к физическому урону. Но они не имеют неплохую сопротивляемость к электрическому урону. Какие-то личинки к тоухе. И их тут много. Также голубые эликсиры. Тут никуда пройти нельзя. Ну и, естественно, стандартные враги. Привет, чуваки. Только они тут намного более толстые. Черт. Мне не хватило стамины ударить, когда я хотел ударить. Полежи, отдохни немножко. Если не бафать, то с трех ударов. Если бафать, то, по-моему, с одного Элизаву будет убивать. Так что лучше бафать. Возможно, с одного силового надо будет попробовать на следующем. Ну и здесь лампа. И за лампой еще личинки к тоухе. Я хотел попробовать силовую атаку. Не, не убивает. Ну ладно. Две обычных тоже вариант. Альтернативно я мог бы, наверное, взять свой меч и обмазывать его... Раковиной. Но это не очень эффективно, потому что я трачу на это пули. А на то, чтобы обмазывать... Буловую, я не трачу пули. Великое озеро. Еще одна руна на резисты к чему-то там. По-моему, ко всему урону Великое озеро. И, по-моему, у меня ее даже не было. Да, все виды урона на 4% снижает. Эти ворота закрыты. Там рычаг с другой стороны. Упс. Их тут много, но, опять же, они практически безопасны, эти враги. Возможно, они что-то неприятное делают, если они меня ударят. Им ни разу не удавалось меня ударить, по-моему. Потому что они очень медленные и ничего не делают. Внизу живут вороны. Очень толстые вороны. И неплохо дамаживающие вороны. Наверное, эффективнее было бы использовать одноручный вариант, потому что он просто быстрее бьет. Но все равно нужно больше одного удара даже в двуручном. Три одноручных. Это вроде бы чуть быстрее, чем два двуручных. И так же здесь лежит бешеная холодная кровь. И все. Вообще сюда можно было упасть сверху. Но не нужно было, естественно. Чувак с косой. Давай, чувак, сожги себя. К сожалению, это его почти не дамажит. Опс. Ну, это его дамажит. И очень даже неплохо. И остается только подняться вверх. Вниз я вроде бы никуда спрыгнуть не могу с этого... ...этажа. Ну, то есть я могу спрыгнуть просто вниз, но я там уже был. А куда-нибудь ниже я не переживу падение. Так что я не буду туда спрыгивать. По-моему, отличный план. Что у меня с фонарем? Фонарь у меня выключен. И тут мне не только фонарь понадобится, но еще и, во-первых, это фиговина. Во-вторых, факел не помешает, потому что тут темно. И тут ктуухи. Тут их много. На этой локации. И оденье хора. Где оно, где оно, где оно? Оденье хора, высокопоставленных представителей Церкви Исцеления. Члены хора, одновременно высокопоставленные клирики Церкви Исцеления и ученые, которые продолжают работу, начатую в Бюргенверте. Вместе с покинутым Великим они глядят на небеса в поисках астральных знаков, которые могут помочь им заново открыть истинное величие. Оно имеет неплохой дефенс от Аркейна. Аркейна. И очень плохой дефенс от Безумия. Окей. А где оно? А, нет, это не то. Вот это то. Почтетки хора и штаны хора. Шлем будет потом. Ну, я верну себе Яргульские доспехи. Они неплохо защищают и достаточно прикольно выглядят. Не знаю. Ну, справа лут. Что сразу намекает, что стоит пойти туда. На самом деле здесь не только лут, но еще и слегка ловушка в виде оборотня, который из-за стены приходит. Из-за окна, точнее. Как хорошо, что у меня так много стамины. Вот эти вот оборотни могут дропать куски. В общем, те куски, которые до плюс девяти апгрейдят оружие. Так что это надо учитывать. И там, естественно, дверь была, которая открывается с другой стороны. В принципе, если я к ней вернусь и посмотрю сквозь нее, то я увижу там одного из ктулов. Я это сделаю просто так, но... Сделать я с ним ничего не могу. И дверь он у меня, к сожалению, не откроет. Вместо этого мне остается только идти в другую сторону. И эту дверь я уже могу открыть. И тут я могу спуститься вниз, или я могу не спуститься вниз. И эта дверь тоже закрыта, так что остается только спуститься вниз. Ну вот, они взяли и сломали люстру. Эти три оборотня абсолютно халявные, потому что от них можно убежать сюда, и они не пролезают в дверь. То есть, казалось бы, три оборотня, это должно быть довольно сложно, но... Если они не могут до меня дотянуться... Я, правда, до них сейчас тоже не могу дотянуться. Но если я чуть-чуть подойду поближе... Возможно, даже стоит сделать вот так. Ау. Или не стоит. Они могут сквозь стену слегка меня задевать, конечно. И это не очень удобно все, но... Все-таки это намного более удобно, чем с тремя сразу сражаться. Все, перестаньте меня убивать. Мне нужно еще один удар, чтобы левого добить. Ну, или так. Он там застрял. А, нет, не еще один удар. Один удар у меня остался на другого. Ну ладно. Двойной осколок. И обычный осколок. Ну ладно. И там вон еще один. Ну, у меня есть меч. Чтобы с ним разобраться. Окей. Наверное, одноручный все-таки удобнее. Этот граб, его довольно легко парировать, но... Мне не хочется. Проще увернуться. Да, блин. Там один пиксель хеусбара, но все равно это дофига жизни. Неудобно. Ну ладно. Ритуальная кровь, пять штук. Нет, не пять штук, три штуки, пятый ритуальной крови. Вроде бы так. И закрытая дверь, правильно? Просто закрытая на ключ. Да. Нужно найти ключ. В принципе, я сначала пойду на левую сторону. Ну, или на правую, смотря с какой стороны смотреть. В общем, на это вот. Здесь живет Ктулха злобный. И он все такой же злобный, как и всегда. Но, к счастью, я могу его, наверное, обойти сзади сейчас. Если он не развернется. Да. Привет, Ктулха. Ну, или я мог бы дождаться, пока он дойдет сюда и пойдет назад. Он тут патрулирует просто. Так что он не особенно опасный. Значок хранителя космического ока. Не знаю, насколько это полезная хреновина. Значок члена хора. Почетных представителей церкви исцеления. Ока символизирует сам космос. Прозрение явилось хору крайне неожиданно и почти случайно. Вот мы стоим, укрымившись ногами в земле. Но, может быть, космос совсем рядом. Прямо над нашими головами. Небо и космос едины. Да. Ну, в общем, этот значок, он позволяет купить один предмет. Который, насколько я понимаю, является магическим аналогом огнемета. То есть аркейным аналогом огнемета. Но я не пробовал, потому что он очень дорогой. И мне и обычный огнемет не нравится. Так что, если это действительно магический аналог огнемета, то он мне абсолютно не интересен. Ну, тем более, у меня на другом персонаже, по-моему, на него статов не хватало. Или нет. Но посмотрим. Когда я вернусь в сон. Покупать я его точно не буду сейчас. Мне хватает, что покупать. Так, там не кристальная не ящерица, с которой я хотел бы разобраться. Но она, возможно, меня отманет к ктулухам. Да. Она действительно это сделает. И еще и исчезнуть попытается. Нет. Не убивай меня только. Окей, он не убил меня. Теперь я немножко убегу от него. Вылечусь. Кстати, да, блин. Сраные статуи. Как я их ненавижу. Но я могу сделать вот так. Нет, не могу сделать вот так, потому что я упаду нафиг. Вот так я могу сделать. И пока он встает, зарядить пушку и... И сбить его. Неплохая идея. Рев чудовище полезная штука. В отличие от форса в Дарке. Потому что форс... Нужно применять талисманом. А эта фиговина применяется просто... Эквипом. И почти мгновенно. Ну и форс он еще и там половину врагов не отталкивал. Так что эта штука мне уже намного больше нравится. На верхнем этаже... Слегка развилка. Привет, Ктоуха. Да? Какого хрена он не стал делиться нормально? Идите нафиг все. Особенно ты. Ключ от приюта. Один из них дропает. Да, блин, там еще один. Я слегка ненавижу эту локацию. Потому что здесь миллион этих самых Ктоух. Эм... Чувак. Вот, да. Вот это вот правильно. Да, блин. Ну, я труп. И я не смог открыть чертка даже. Нет, надо же, я не труп. Окей. Нет, ты в меня не попадешь. По-моему, раньше они дробули пули довольно часто. Сейчас они почему-то очень не хотят это делать. И здесь еще один оставался, правильно? Да. Окей. И теперь я могу открыть черткат. Это та самая дверь, где на меня образ не выпрыгивал из окна. И здесь я могу открыть дверь. Ну, вот я и. Как-то не очень работает. Но жест. Тем не менее. Кроме этого, здесь ничего нет. Правильно? Да. Ничего нет. Так что эту дверь нужно было открыть только за жестом. Но вообще, я сюда пришел за ключом. И ключ я этот подобрал. Ключ от приюта. Место рождения хора. Приют, стоящий в тени главного собора, был местом обучения и проведения опытов, где юные сироты стали сильными невидимыми мыслителями церкви исцеления. Хор, который позднее расколет церковь исцеления, был создан приютом. Окей. Хор это, ну, как написано на их доспехах, это верхние, в общем, лидеры церкви исцеления. И также здесь есть колпак с повязкой на глаза. Это последний кусок сета хора, по сути. Члены хора одновременно поставлены к лидерам церкви исцеления и ученые, которые продолжают работу начатую в Бюргенверте. Завязанные глаза свидетельствуют об их долге перед мучением мастера Вильяма, хотя их пути и разошлись. В общем, довольно прикольно. Шапка. Но с этой броней она не очень сочетается. Знание безумца, знание безумца. Жемчужный слизень. Это предмет для... Для ритуала чаши. Это выглядит, как будто нажимная плита, которая что-то сделает, но нет. Увы. Ну или не увы. Окей, и теперь у меня есть ключ, и я могу открыть вот эти вот ворота. И они меня выведут практически к самому началу, к тем воротам, которые я видел в самом начале. Так что теперь у меня, во-первых, есть шорткат. Во-вторых, у меня есть куда идти дальше. Потому что внутри этого приюта больше ничего нет. И также еще кровь. Тут статуи этих личинок-ктоухи или чего-то другого. Потому что они не похожи на амигдал. Возможно, этих моих личинок-ктоухи. Привет, чувак. Ну, с такими я уже встречался. Они были в болоте в запретном лесу. Они были в клинике Зевки. И теперь они есть здесь. Стоп, сколько нужно? Где эта хреновина? 25, черт. Если бы мне почти хватало, то я бы сходил и прокачался. Потому что эта хреновина здесь очень эффективно должна быть. Но, увы, почти хватает мне только на... В горы Брайтаса. Это выстрел тентаклями. Он здесь менее полезен. Посланник небес. Босс. А босс один из них. И он постоянно сумонит... Своих друзей. И сам стоит вдали. Вот этот самый дальний, это босс. Это первая фаза. Во второй фазе он будет продолжать сумонить своих друзей. Но сам он изменится и станет круче. И станет опасен сам по себе. Вот она смена фазы. На самом деле это достаточно простой босс. Ну, хотя, возможно, он достаточно простой. Потому что у меня электрическая дубина. Малый Танитрус. Или как он там называется. В общем, который заклинание. Он здесь был бы очень эффективен. Потому что это электрическая АОЕ, по сути. Я мог бы толпы сразу убивать. Основная проблема в этом, боюсь, тем, что он со всех сторон набегает. То есть мелочь более опасна, чем сам босс. Хотя босс очень даже дамаговый в этой форме. Ау. Так же сейчас у меня основная проблема в том, что у меня нифига нет бутылок, чтобы с этим всем разбираться. Ау. Ау. Черт. Ну, хотя бы у меня есть очень недалеко лампа. Я с первого раза почти без бутылок почти его убил. Нет, вроде не похоже на те статуи. Почему ты на меня не реагируешь? Так же мне уже не нужен факел, наверное, потому что там довольно светло. Ммм, я могу использовать эту хреновину. В смысле, вот эту хреновину. А что еще я могу использовать, кстати? Наверное, ничего. Ну, молниевую бумагу я не могу использовать, потому что у меня и так оружие электрическое. Ну да. Ну, в принципе, мне ничего и не надо использовать. Хотя, кстати... Вполне возможно, что эффективнее будет взять молниевую бумагу и взять меч вместо этой баловы, потому что балову нужно переобмазывать постоянно. А меч один раз обмазываю, он остается обмазанным очень долго. На этот раз был, здесь сразу есть, естественно. Я бы хотел для начала пробежать и взять свою кровь. Которая где-то здесь должна быть. Ага, вот она. Потому что у меня ее много. Теперь я бы хотел... Съесть вот эту вот фиговину. Обмазать меч. И не умереть. Черт. Черт. Такой спам эпичный. Окей, другой план. Сделать все то же самое, но взять меч в две руки и рубить сразу толпу. Это, наверное, будет более эффективно. Потому что меня сейчас запинала мелочь. Насколько он... Ну... В принципе, два удара даже без обмазки. Это неплохо. Ладно, я сразу применю это. У меня применю это. Упс. Почему нельзя было в падении это сделать? И теперь где моя кровь? Вот она. И с обмазкой тоже два удара. Окей. Ну, а обмазка поможет в плане более быстрого убийства босса. Потому что я ему больше урона буду наносить. Теперь, поскольку остальные все кончились, я могу временно переключиться на одноручный хват. Продамажить. Он при этом взрывается и дамажит меня. Упс. Я могу его стагерить. И, в принципе, у него есть третья фаза, когда он выпускает щупальца и начинает кастовать всякую магию. Но, увы, ему не удастся этого сделать. Потому что он мертвый. Причащение еще более высокого уровня и... Еще 20 с чем-то там тысяч крови. И лампа. Есть ли еще что-то здесь? По-моему, нет. Здесь есть окно, через которое можно пойти дальше. Но я этого делать не буду. Во-первых, потому что я там почти не был. Так что я не знаю, что там. Надо быть на другом персонаже сначала туда прибежать. Во-вторых, потому что я в любом случае хочу вернуться в сон. И потратить всю свою кровь. Блин, всего два уровня. Если я потрачу еще и всю кровь из инвентаря, то будет еще один уровень, скорее всего. И я смогу использовать... Сентакли. Окей. Хоть что-то. В принципе, даже всю вроде бы не понадобится тратить. Это вот должно хватить? Или сколько там требовалось? О, что это? Очень хорошо, Летт. Нет. Черт. Почти хватает. Допустим, две. Да, этого уже много. Одно и бы хотело. Хватит говорить. И теперь я могу использовать... Вот эту вот фиговину. Всего лишь одну пулю тратит и... Дамажит. Не уверен, насколько мощно, но дамажит. Это главное. Также... Теперь, поскольку у меня есть знак... Космического ока, или как он там назывался... И я могу купить розмарин. Особенное оружие, которое использует Хор. Выпускает облако священного тумана, созданного посредством ртутных пуль, в особом составе которых есть кровь. Везде, где виден священный туман, слышны арии. Это доказывает, что он является благословением свыше. О, прекрасная дева, от чего вы плачете. Ну, по сути, он выглядит как огнемет. Так что я подозреваю, что он и работает как огнемет. И у него Б-скейлинг от Аркейна, и у него меньше дамага, чем у огнемета. Но более хороший скейлинг, естественно. Ну и дамаг не огнем, а Аркейном. Не знаю, мне совершенно не хочется тратить 60 тысяч, чтобы посмотреть, что он и делает. Окей. И, в принципе, я не хочу идти дальше никуда по сюжету, но почему бы не пройти там один уровень какой-нибудь чаши. Следующий. Не предков. Предков это рандомные. Вместо этого я запущу центральную часть, например. И посмотрю, что я там могу сделать. Я совершенно не помню, что там происходит. В плане боссов и в плане самих уровней. Но зато я помню, что у меня здесь никаких проблем не было даже на намного более низкоуровневом персонажа. Так что, я думаю, и сейчас проблем не будет. Черт, это не дверь. Иногда бывают двери перед... Перед первой дверью. Там всякие ответвления, и в них всякие полезные вещи. Я сегодня пройду только один уровень, если вообще пройду. Но, наверное, все-таки пройду. И остальные два уровня я оставлю когда-нибудь там на другой раз. Возможно, не на следующий. Возможно, на следующий. Не знаю. Я пока что не решил. Тут дверь к боссу, естественно. Она всегда в первой комнате. И тут колоколистка с респаунившимися врагами и кучами коктейлей молотова. Довольно дамаговых. Но зато патроны. Патроны никогда не помешают. Надо протестировать. Только не на молотовых. Они кидают по два подряд. Очень быстро. Ну, не знаю. Адекватно дамажит и отталкивает? Выглядит это так. Да. Дамажит как один удар, по сути. Но зато роняет на землю. Что может быть чем-то полезным. Ау. Откуда ты взялся вообще, чувак? Тебя тут не было только что. Ну и за одну пулю, конечно, эти тентакли это достаточно дешево. Лампу стоит включить. Я бы даже, наверное, факел взял. Ну, в принципе, да. Тут не настолько опасно, чтобы без факела ходить. Вроде как в этих подземельях встречаются иллюзорные стены. Но я ни разу их не встречал. Я видел такую информацию. О, нет, ядовитый. Чувак с ядовитыми кинжалами. К счастью, опять же, я сюда пришел сильно позже, чем задумывалось. Так что оно здесь все очень низкоуровневое и умирает буквально там с одного-двух ударов. Ну, это возможность восстановить жизнь до полной. Я для начала пойду сюда. Я правильно пошел сюда, потому что здесь сундук. Сундуки это обычно хорошо. Ритуальная кровь 2. Это труп чувака, которого я наверху убил. На другой стороне тоже ничего. И какой-то большой зал. Не люблю большие залы. Но в этом большом зале всего лишь два коктейля молотова запрятаны в тумане. Стоп, или это тот зал, с которого я начал? Нет? Похоже на то, кстати. Да, вот они все трупы. То есть я вернулся в тот же зал, в котором я был? Ну ладно. Тогда я теперь пойду не в этот зал, а в другую сторону. Если вспомню, где эта развилка вообще была. Вот здесь. Окей. Собака-то не допрыгнула. Откуда он вылез? С потолка, что ли, упал? У него сработает? Да! Вау, какие крутые тентакли. Жаль, я после них какое-то время стою и не могу бежать вперед. То есть он успевает встать к тому моменту, как я к нему подойду. Но все равно, тентакли веселые. Я не зря качал. Аркейн. Ну ладно. И остается только... Пойти и убить босса. Потому что во всех остальных местах я уже был. Ну если только перед боссом, здесь нет еще одного ответвления какого-нибудь. Которое вполне может быть. Нет. Увы. Или не увы. И босс здесь... А, этот. Это тот чувак, который был... В мастерской охотников. Только более страшный, чем там. То есть в мастерской, где я спрыгивал по балкам где-то в самом начале. И внизу примерно такой же босс был, только он был намного менее... Намного менее босс. В принципе, я могу просто задвуручить меч и стану лучить его, наверное. Да. Вау, это был граб. Возможно, это даже будет более хорошим вариантом. Также я могу... Вот так вот сделать. Ну, стану лучить не получается, но получается его дамажить. Да. И пока он там бафается или что-то еще делает, я... Попытался его еще раз силовой атакой заряженной ударить, но промахнулся, к сожалению. Ну, ладно, я могу и... И так. Черт. Стоит вылечиться. Огонь его вот этот вот не парируется, естественно. Вот этот вот атака вполне может. По-моему, я его сейчас просто выстрелами добью. Альтернативно я могу его добить тентаклями. Это тоже... Вариант. Тентакли более дамаговые, чем выстрелы. Ну... Готов. Это было сложнее, чем я думал, вообще-то. Но все равно довольно просто. Ну, естественно, мне за это почти не дают крови. Это выход или вход? Выход. Окей, я спущусь на следующий уровень, активирую там первую лампу. И на этом, наверное, я закончу. Крови мне в этих данжах почти не дают, потому что они низкоуровневые. И на меня не рассчитаны. Вот здесь вот есть уже проход дополнительный. И туда надо будет заглянуть, когда я буду... В следующий раз в этом лабиринте, наверное. Я не уверен, что это будет в следующий раз. Но когда я снова здесь буду, я туда загляну. Ну ладно. Тогда на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Вайми. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok